Всем привет, друзья! Всем привет! Меня зовут Станислав Морозов. Сегодня, как я и обещал, разберу одно видео с канала Кто по жизни под названием Тесака убили мнение судмедэксперта И дальше вы поймете, почему оно меня заинтересовало На этот канал я наткнулся абсолютно случайно Про автора его расскажу немного позже И поскольку мне не особо нравится его подход к созданию контента Но на вкус и цвет товарища нет, как говорится Поэтому я не особо интересовался биографией Знаю ее лишь поверхностно Но об этом чуть попозже Давайте начнем Здорово, любопытные, с кем еще знаком Меня зовут Виталий 10 лет своей жизни я просидел в тюрьме Если, вот опять же, да, давайте сразу Если почитать биографию Виталия То сидел он по не совсем порядочным статьям 10 лет, как он в каждом ролике утверждает Да, там И не призывает ко всяким АУЕшным делам Потому что АУЕ запрещенные в России организации Сам Виталий говорит, что никакой блатной романтики там и воровской нет Все это чепуха полнейшая А лишь потеряете там, да, свои ценные года жизни в тюрьме Я с Виталием полностью согласен Только вот сам Виталий 10 лет отсидел по двум статьям За мошенничество и за грабежи И причем грабил он женщин Вырывая сумки у них И отжимая телефоны у школьников Но опять же, это если верить Каким-то данным из интернета Которые мне случайно попадались Возможно, это какие-то хейтеры написали И ничего общего с реальностью не имеют Ну, надеюсь, если Виталий посмотрит То, может быть, даже ответит где-нибудь там В комментариях Ну и надеюсь, страйк он мне не кинет Опять же, говорю, я не берусь утверждать Правдивость этих данных из интернета Опять же, повторюсь, это ни в коем случае не значит Что я пропагандирую на своем канале Либо в жизни АУЕ Нет, я наоборот пытаюсь нанести до людей В большей части до молодежи Если тебе интересна тюремная романтика И ты хочешь познать преступный мир Узнай о нем от меня заочно Да, или посмотрите просто наш сериал КОПО Который уже выходит вовсю И прямо переходите по Да, не то же по ссылке в описании Можете по ссылке перейти на телегу Подписаться Можете перейти и посмотреть отдельный плейлист на канале Да, к моменту выхода уже, наверное, там Третья и четвертая часть Но четвертая вряд ли Третья, скорее всего, уже будет выпущена Попадая туда, не причиняя никому горе и страдания Совершая какие-либо преступления 16 сентября 2020 года По интернету разнеслась новость О самоубийстве немало известного Максима Марцинкевича С навесом Тесак В Челябинском следственном изоляторе номер 3 Его тело нашли в одиночной камере БМ Что обозначает безопасное место Где он сидел в ожидании этапирования То есть перевода в московскую тюрьму И многие хотели услышать от меня Что я думаю по этой ситуации И, конечно же, я не мог оставить ваши просьбы без внимания Начну с того, что я сам из Челябинска Я ни один раз и ни один год просидел в этой тюрьме И знаю там все как свои пять пальцев Тройка всегда славилась какими-то странными происшествиями Потому что тюрьма была транзитная То есть в основном там сидели люди Приезжие из других городов, стран и регионов Поэтому он и считается пересылочной Ну, наверное, я буду перематывать Или давайте... Нет, давайте я буду перематывать Хотел просто поставить на скорость 1.5 или на 2 Поскольку здесь не особо интересно Рассказать какие-то факты из биографии Максима и так далее Кому интересно, ссылку на полный ролик я оставлю в описании Кто еще не видел Еще одна тюрьма Это первый изолятор А там в основном видеоблогер, неонацист, кинхед и яркий поклонник Гитлера Трижды он был осужден за экстремизм, разжигание междунационных... Ну, это я говорю, это всем известный факт Так как в тюрьмах эта статья и вообще то, чем занимался Тесак Не приветствуется уголовниками И именно поэтому у него постоянно возникали проблемы Многие сидевших в зонах это кавказцы А на тюрьме нет национальности и там все братья Тесак был основателем движения «Окупай педофиля» И по борьбе с педофилами И пропагандировал национал-социализм среди молодежи Они ловили педофилов, обливали их мочой, били их резиновыми членами С их шопа И многим это было интересно, в том числе и мне Потому что я сам в своем городе ловил этих мразей И многие из вас видели видео Мои видео Кстати, друзья, не помню, рассказывал или нет Видео, которое Ютуб, естественно, удаляет Когда я ловил педофилов У меня один из роликов был залит во ВКонтакте Но так как у меня там в отступлении с Черным Солнцем Из-за Черного Солнца судили Я этот ролик просто-напросто Ну, пока что скрыл Он у меня до сих пор есть И в этом ролике Блин, самолет летит, сука, так близко Я не знаю, слышно вам или нет Это вертолет, он прям вот Как в ГТА там сейчас врежется Ведь ладно Вот, он оказался следователем Первомайского следственного комитета Мне оттуда позвонили уже после того, как я свое наказание отработал Да, на общественных работах Мне звонит следователь А там на том конце вообще берет начальник И выясняется, что это в восемнадцатом году я его поймал Спустя пять лет только выяснилось, что мы поймали следователя Пословили педофилов Ну, как дело? У меня просто там работа Короче, у меня обрабатывается там, рейнется Да, сразу несколько проектов по работе Поэтому мне немножко тут подлагивает Понятно, что его закроют Они избивали, вымогали деньги И это в любом случае А вымогали деньги, опять же, ни одного факта Не было доказано И вымогали его соратники Которые прикрывались Там, окупая педофиля и так далее Да, на них там чуть ли не ОПГ вешали Это да, согласен сам Тисак Да, если даже и выбивал То делал правильно Но, по крайней мере, по-моему, эпизодов А я не помню Там вроде какой-то пытались доказать Да, вменить ему Но не знаю, чем закончил В любом случае незаконно Хотя и не жалко этих животных Ну, согласен, мне тоже не жалко Давайте перейдем Это, где там уже И дали ему 5 лет строгого режима И потом допинали ему еще пару статей За хулиганство Блин, да? Но позже его статью дискриминализировали В мае 2021 года Он уже должен был освободиться Но что-то пошло не так На него стали вешать убийство азербайджанца Которое якобы было им совершено в 90-е годы Которые Максима Ну да, опять же, не будем сейчас углубляться Мы и на моем канале это обсуждали несколько раз Там какие статьи ему меняли И что конкретно по этому думает, да, его отец По поводу той дачи, где якобы там рядом Нашли какие-то кости или не кости Но его стали заставлять Я уверен просто, что сейчас будет шпан Где-то вот отсюда начинается Ты что не свешь и все в этом духе Но повторюсь, это мое мнение Хорошо, Виталий Я немало лет просидел в тюрьме И застал не один бунт Мы уже поняли Я видел, как люди вскрывают себе вены Вспарывают себе шеи, животы Как вешаются Как выглядит убийство и самоубийство Сам видел своими глазами Сам снимал людей из петли Выносил перерезанных из камеры, из барака Да и я не раз резал себе вены И скажу вам, я вчера весь день и всю ночь анализирую Да нет, такое ощущение, как в тюрьме Больше и заняться-то нечем, да Либо загадки эти тупые загадывать со стульями Или с хлебом с парашей Или мылом там и так далее Либо все скрываются Там еще какая-то интересная надпись была на руке у него Затерта там Сле или Сме Вот И насколько я знаю Там так и не смогли полностью шифровать Потому что ее затирали Но какие-то остатки остались До сих пор непонятно, что Тесак хотел себе оставить еще одной запиской у себя на руке 95% это суицид Вы можете говорить все, что угодно Я знаю, как люди любят у нас и комнатные эксперты Говорят, да это убийство Тут же все видно Все очевидно Такое ощущение, что вы каждый день своими глазами Не по телевизору видите, как происходят убийства и суициды А я это говорю по собственному опыту Все хотят экшена, резонанса, каких-то сплетен Кто в этом виноват Что здесь причастен Путин И подобный бред, который я нахожу уже в интернете второй день Это пишут сотни Ну опять же, как я изначально в первый же день С смерти и последующие дни смерти Тесака говорил, что я тоже не могу на 100% быть уверенным И утверждать, что Тесак конкретно самоубился Потому что, или там был убит Так как я не медэксперт Я не видел заключения Я не знаю, кто проводил судебную медэкспертизу Почему сами же родители отказались от эксгумации тела Вот, это тоже возникает много вопросов И даже если это было самоубийство То это было доведение до самоубийства Я считаю, что люди, которые довели его до такого А если довели, то они должны быть осуждены в любом случае как убийцы И плюс Я отец, да, говорил И на кадрах, которые снимал сам патологонатом Вроде как или судмедэксперт Мы видели, что не хватало пальцев Ой, точнее, не хватало ногтей на пальце Были гематомы, были синяки То есть видно, что иногда одним издевались И там, где была петля от удушения Там же почему-то был разрез уже впоследствии И полностью, да, и было все зашито То есть уже впоследствии То есть как-то все подходит тому Что пытались скрыть следы Какие-то, которые не нужны были Руководству, да, вот этой колонии Кстати, еще по поводу, да, вот автора Этого замечательного Для кого-то замечательного Для кого-то, ну, как для меня Ну, просто нейтрального канала Кто по жизни, да Ну, с таким вроде как не Человек против АОЕ Но так называть канал Как-то было странновато Надеюсь, это Степ такой Опять же, это по информации Из открытых источников интернета Вроде как говорят, что он работал сам На администрацию То есть он явно не из блатных Тысяч людей А давайте отбросим все мысли И все внушенное вам интернетом Так как человек, открывая статью Видит, убили Он так и будет воспринимать эту информацию Это называется архетип Первообраз То, что ты увидел Да, это я знаю Изначально ты так и будешь это воспринимать Это психология А выкиньте это все из головы И представьте такую ситуацию Что к вам в камеру заходят люди Чтобы вас убить И говорят вам Пиши предсмертную записку Кто из вас Неважно под каким страхом Напишет ее собственноручно А если говорить о Тесаке Какой у него был характер Дух Физическое состояние То 100% он бы стал сопротивляться И следы Но учитывая то, что какие слухи ходили В том числе и от ГУЛАГу нет Которые все-таки не стали распространять информацию Поскольку родственники были против Да, та информация Которая им поступила И его пытали Да, на протяжении долгого времени И будьте уверены Какой бы ни был там Да, человек с кола С каким бы ни был там Характером С какой бы ни был выносливостью Сломают любого И заставят подписать все Что ты захочешь Не нужно тут пиздеть От этих сопротивлений Были бы очевидны И таких аккуратных порезов Отмойки на шее бы не было Кто видел фотографию Трупа из камеры Обратите внимание Как так же аккуратно Лежит подушка и простынь А кто думает Как он вскрылся И повесился одновременно Я вам скажу Когда ты вскрываешь себе вену Ты еще живешь полчаса А то и больше У нас был один парень На ЭК-8 Он приехал с малолетки И отрицал режим содержания И постоянно воевал с сотрудниками И опять же говорю Да, есть информация Возможно Именно эту информацию Не хотели Да, не хотел Распространять Осечкин Да, основатель проекта ГУЛАГу нет Который признан инагентом Не обязан это подчеркнуть Ходила информация о том Что Тесак был еще и опущен То есть Переведем в нижнюю касту То есть представляете Совокупность того Что ему хотели вменить Несколько убийств Которые мы светили Пожиденным заключением Плюс его унизили Да, просто по максимуму И это опять же Может свидетельствовать о том Что действительно Даже такой сильный человек Как Максим Марцинкевич Он вскрылся Но опять же Мы не можем Да, чего-то утверждать Такого Но есть Еще одна проблема Ведь Он ехал этапом Да, вот через эту вот Исправительную колонию В Москву Где хотел дать Ну, по мнению Да, всей структуры КСИН Ненужные показания Рассказать, что на самом деле С ним происходило Поэтому здесь уже Все опирается на то Что его убили Ведь он не доехал А он должен был доехать И рассказать все в Москве Здесь уже мы сходимся К тому, что его убили Но исходя из того Что какие пытки он перенес И что его ждало То это вроде как-то Логично, чтобы Сдернуться Поэтому говорю Здесь у меня 50 на 50 Напишите Как думаете вы В комментариях Как-то хозяин зоны Пригласил его к себе В кабинет Куда также Пригласил его маму Чтобы она с ним поговорила Объяснила ему Что нужно слушаться Администрацию Что делать нужно Что они просят Хотя он не знал Об этом Что будет там находиться Его мать Вот он прям При своей маме И при хозяине Достал изо рта лезвия Вспорол себе шею Выбежал из кабинета В зону Он прибежал на отряд Хотя кровью было Как с поросенка Успел рассказать Что произошло Что с ним случилось Успел покурить Глотнуть чифера И уйти на другой отряд Когда прибежали врачи Которые зоновские Врачи с ветеринарными образованиями Пытались его Уговорить пойти в санчасть И зашить шею Так он вел еще с ними диалог Минут 20 После чего упал Без сознания И умер Поэтому то что После суицида Тесак После того как вскрыл себе вены Успел написать записку И повеситься Это вполне реально Я думаю что Если Тесак к этому готовился Я думаю Тесак Он знал Где правильно нарезать вены Да и где правильно Находится артерия То это дело Нескольких секунд Чтобы потерять достаточно крови И потерять сознание Поэтому здесь тоже Наш Виталий Явно не прав В связи со всем давлением Сидя в одиночке С кучей мыслей У него что-то произошло С сознанием И на тот момент Он даже не понимал Наверное что происходит И что он делает У любого в такой ситуации Снесет крышу И не важно Что он писал в постах До этого Что не будет кончать жизнь Самоубийством И так далее Мой дед так же говорил Царствуем Ну да здесь я согласен Типа Царствуем Еще до этого На свободе Говорил Что если там Меня найдут мертвым То это явно Мне помогли Все меняется После того Как если вас будут Подтвергать Многодневным Многонедельным Может быть Месячным пыткам Вы действительно Поменяете У вас все в голове Перевернется Поэтому здесь Наверное с Виталием Согласен Хотя Большую часть Его слов Как-то Ну не знаю Сначала я подумал Ну когда край муха слышал Да вот Когда я работал И мне на фоне Не шло это видео Я думал Возможно Вообще Купленное Видео Вот Но сейчас понимаю Что да Частично он прав Но в один день Его нашли Повешенным В своей квартире Я еще раз повторю Что это лишь Мое мнение Но не от немалого Опыта Ну а вообще Я так же Как и выжду Решение Экспертизы Которому особо Доверять не стоит Но выбора Другого у нас нет Нам остается Так а когда этот ролик Был снят вообще Давайте посмотрим Сейчас Блин Тут просто Три года назад А какого числа Здесь есть закрепленный Комментарий Но опять Тоже Три года назад И нету конкретной Конкретной даты Ну Короче говоря Следственный комитет Сначала отказал В возбуждении Уголовного дела Впоследствии Да О деле Об убийстве Потом все таки Тесака похоронили Потом вроде как Через адвоката Уже должна была быть Эсгумация тела И очередные экспертизы Потом вроде как Родители вообще Отказались От этой эксгумации Вот Поэтому Здесь уже Официально Да конечно же Тесак покончил с собой Поскольку уже После Как-то после Погребенных Мероприятий Никаких Экспертиз Не проводилось Не знаю уж Правильно ли это Или неправильно Ну что думаете Друзья Вы напишите В комментариях А у меня на сегодня Все Всем пока Спасибо за субтитры Субтитры сделал DimaTorzok